Так, судья на первой дорожке. Готов? Готов. Второй готов. Третий я беру. Так, внимание, на старт. Внимание. Бак! На месте пожарных обычные студенты 18-20 лет. Их задача собрать боевую линию, сделать боевое развертывание и поразить пять мишеней. Пожарные отрабатывают такое каждый день. Для студентов это что-то новое. Они должны соединить несколько рукавов, чтобы напору воды хватило сбить мишени. Команда с лучшим временем побеждает. Ну, конечно же, для вас это будет определенно сложно, потому что нужно уметь обращаться с пожаротехническим вооружением. Ну, а для нас, для пожарных, это, конечно же, не в первый раз. Это один из этапов всероссийской военной патриотической студенческой игры «Зарница». Проводится она в шестой раз. В этом году площадкой для игры стала Рязань. Здесь сейчас более 30 команд у нас принимает участие. То есть, это из разных уголков нашей страны. Хорошо представлена в этом году Сибирь. Практически все, кроме Новосибирска, приехали. Поэтому, ну, довольно-таки широкая география сейчас здесь. Командам предстоит соревноваться между собой в разных этапах. Это марш-бросок, тактический этап, оказание первой медицинской помощи, а также боевое развертывание. Один из самых сложных этапов – это марш-бросок, который еще называют маршрут выживания. Протяженностью он около 7 километров. На этапе маршрут выживания поставлены 6-7 километров маршрута. По-моему, 11 или 12 точек КП. На каждой точке стоит человек, который выдает задание команды. На каждой точке ребятам дают задание. Например, зажечь костер без спичек. И после выполнения нужно отправляться на следующую. Точки расположены далеко друг от друга. Весь маршрут нужно пробежать за контрольное время – полчаса. Если команда не успевает, ее снимают с дистанции. Оценивают везде не только скорость, но и качество. Самый зрелищный и к тому же скоростной этап – тактический. Называется он «Мужество, отвага, честь». Здесь две команды получают оружие, и между ними начинается бой. Две команды соревнуются между собой за выполнение военно-тактических задач. Это военно-тактическая игра, лазертак. Соответственно, у команды есть оборудование. Комплект одинаковый что у одной, что у второй команды. Их задача – уничтожить соперника, захватить контрольную точку за наименьшее количество времени. Чем быстрее они это сделают, тем больше баллов они зарабатывают. В руках у ребят лазертак винтовки, на головах повязки которых фиксируют попадания. Задача – захватить контрольную точку и уничтожить соперника. Чем быстрее это сделать, тем больше баллов получит команда. Всероссийская военно-патриотическая студенческая игра «Зарница» проходит несколько дней. 17 октября командам предстоит пройти финальные этапы, в которых и определится победитель. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова